Я кумрут, то поховайте меня на могиле, среди степа широкого, на вкраине миле. Чтобы на них широкополе, и Днепро, и круче, было видно, было чути, как ревер ревучий. Садок вишневый, колохаты, хрущи над вишнями гудуть, богатарь с пугами идут, и идут спевающие девчата. Студенты филологического факультета с удовольствием цитируют Кабзаря. Но молодые люди непрофильного института ничего из произведений Шевченко вспомнить не могут. Это память плохая. Школу давно закончили уже. На митинг, посвященный 197-й годовщине со дня рождения великого поэта, пришло около сотни дончан. Молодежь в национальных украинских костюмах цитировали строки и пели песни на слова Шевченко. Почтить память великого украинца пришли и первые лица области и города. По их словам, личность Тараса Шевченко стала определенным символом Украины. Благодаря его поэзии и картинам о стране узнали далеко за ее пределами. Чиновники уверены, что выполняют заповедь великого Кабзаря. Помнят о нем и чтят независимость Украины. Как оказалось, с творчеством Кабзаря донецкие руководители знакомы. Андрей Шишацкий процитировал отрывок из поэмы «Сон». А губернатор с мэром в унисон рассказывали произведения, как бы вы знали, по нынче. Для кого в свете живете? В наймах выросли чужие, в наймах сестры, косы посидели, у нас сестры и померете. В библиотеке имени Крупской создан музей имени Шевченко. Именно в эти дни здесь ожидают особенный наплыв посетителей. Среди экспонатов представлены издания Кабзаря разных лет. Журнал «Основа» с стихотворениями Тараса Григорьевича вышел еще при его жизни. Также культуроведы установили некоторые связи Шевченко с Донецким краем. На территории нашей области живут его нащадки, его правнучка живет в Углогирске. Есть у нас в ботаничном саду Шевченков сад, где сберегаются рослины, которые сгадывались в творчестве Тараса Григорьевича. Произведения Шевченко переведены на многие языки. Его стихи можно читать на английском, французском, чешском, киргизском, польском и даже китайском. Гений Тараса Шевченко признан во всем мире. Шевченко актуален и сейчас. Культурологи говорят, что многие темы его произведений остаются злободневными до сих пор. А Донецк интересуется творчеством Великого Кобзаря не меньше, чем другие регионы Украины. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.